Спасибо. Всем добрый день, наверное, утро. Кто в субботу как просыпается. Да, сегодня тема специфика мышления управленца. Я вообще думал назвать полезные искажения, психические искажения или полезные когнитивные какие-то ошибки, которые, скажем так, в быту для менеджера не очень полезны, потому что они бесят людей, будем честными. Однако, когда мы стараемся что-то сделать для других, в работе это прямо обязательные факторы, то есть это факторы успеха, если мы пытаемся это следовать таким правилам в работе, именно менеджера, управления. Ну и, если честно, в любой коммуникационной работе с другими людьми. Если мы хотим с ними общий результат, так правильно. Если мы, ну, там, примерно и не особо обязательно, как там обычно в жизни с семьей, там, не знаю, с женой, с мужем или там с родителями, то, наверное, это иногда бесит и друзей тоже. Вот расскажу про искажения, профессиональные деформации, полезные профессиональные деформации. Примерно так. Чуть-чуть больше расскажу про себя, если там сдвинется. Да, бизнес-консультант, бизнес-тренер. В принципе, я занимаюсь такой вещью, как навыковыми тренингами. В большинстве своих тренингов даже не провожу, я провожу индивидуальное обучение. Клиенты вот видны, там, в принципе, много можно не заморачиваться. Сейчас год я занимаюсь в компании Ридл, такой внутренний консультант по изменениям, по внедрениям стратегии и, там, корпоративной культуре. Вот. Это коротко про меня, почему вообще я при этом могу рассказывать. Ну, скажем так, сейчас это основная идея. Корпоративная культура, которую мы там вводим, привносим, да, и стратегия, это как раз важный элемент майндсета любого управленца. Нам сначала надо, чтобы у управленца появились нужные идеи, да, а потом он их реализовывал. Потому что, если он просто реализовывает что-то, непонятно откуда берет, это не самая результативная система, чтобы построить ее долгосрочной. Если мы ему сказали, что делать, он там все это сделал, это один раз сработал, это прекрасно. У нас есть проблема в том, что нам надо, чтобы, во-первых, он это делал сам, во-вторых, и без нас. И повторял это каждый раз. Окей. Давайте тогда коротко о бизнесе, потому что для того, чтобы мы понимали, что есть важно, а что неважно, да, и на что обращать внимание, что обращать внимание, нам нужно принимать ценности. И, в принципе, если коротко бизнес можно описать, то 2 гривны зашло, то есть вложение фаундеров, вложение кого-либо, акционеров. Потом идет какой-то маркетинг, потом продажи, потом выполнение, а в конце должно выйти 3. Ну, то есть мы должны оказаться в прибыли. Такая идея бизнеса. Конечно, сама эта рация может быть сильно-сильно удлинена, да, например, мы просто вкладываем туда деньги, никакими продажами особо не занимается, создаем какую-нибудь социальную сеть, а потом продаем ее Facebook. Почему? Потому что Facebook выкупает своих конкурентов. Ну, типа вот такая вот модель зарабатывания денег. Получается, что в любом случае в бизнесе у нас должны проходить деньги. Это определенная ценность. Но, как выяснилось, это не единственная ценность и не единственный фокус внимания менеджера, который должен быть просто потому, что если это принесло сейчас какую-то денежку или в принципе выгодно, то это вот прям важно-важно и все остальное не самое важное. Есть еще очень важный показатель, о котором все забывают. Он называется, не всегда срабатывает, повторить. То есть идея бизнеса не в том, чтобы один раз прокрутить эту систему, купил биткоин, продал биткоин, а в том, чтобы всегда покупать биткоин дешевле и всегда продавать его дороже. То есть основная проблематика бизнеса, и вот именно первое, что надо запомнить в сети менеджера, это все должно быть повторяемо максимально. То есть понятно, что оно не будет, мы не обсуждаем то, возможно ли сделать все-все-все-все супер повторяемо. Это основная идея, которая должна быть в голове любого управленца. Идея не в том, чтобы сейчас это сработало, а в том, что если мы встречаемся с такой проблематикой постоянно, то мы должны решить ее так, чтобы она не повторялась. Потому что это одна из основ бизнеса. Деньги, которые заработаны, это прекрасно, но заработанные деньги второй, третий, четвертый, пятый раз, это даже иногда еще важнее. То есть зачастую важнее потерять сейчас какое-то количество денег, времени на решение проблемы один раз, а потом постоянно ее не решать и уже зарабатывать. Это такой майндсет, который отличает большинство проблем в семье или в бытовых ситуациях, потому что там сталкиваемся с разным и не всегда обязательно это повторять. Или в следующий раз можно будет разобраться. В бизнесе это один из самых существенных признаков. Кстати говоря, если у кого-то будут вопросы по ходу, то можете писать их в чатике, я обязательно на них отвечу. Можно задавать вопросы по ходу, пока я рассказываю, потому что давненько я не выступал вообще на публике и, естественно, специфика онлайн выступления, она тоже дает о себе знать, что не все так просто. Могу с опозданием какие-то вопросы отвечать. Хорошо. Следующее, что надо понять, это разобраться. Окей, мы поняли, что такое бизнес, что там есть понятие заработка. Всегда есть понятие заработка и всегда есть понятие этого заработка повторения. То есть это обе одинаково важные элементы. Просто заработать это, конечно, круто, но заработать второй, третий, четвертый раз еще круче. Итак, что же такое менеджмент? Большинство думает, что менеджмент классический у нас выглядит. Есть сотрудник, который действительно приносит какую-то пользу, программист, продажник, как у нас обычно взял, он продал, он молодец. Ну и начальники отделов, менеджера проектов, PR, кто хочет, но только не работающий. По факту менеджмент выглядит вот так. То есть мы смотрим на кучу каких-то исполнителей, а менеджера среди них нет. Ну то есть мы видим, что есть гонщики, там этот, но вот менеджер всего этого находится вообще не здесь. Он координирует и он не участвует в процессе зарабатывания денег, то есть в каком-то конкретном процессе, он находится там над процессом. Чем же по факту там он занимается? Это хороший вопрос. Есть классическое определение менеджмента, что я зачастую спрашиваю, когда идет публичная в аудиторию, то можно сразу получить обратную связь. Мой любимый вопрос, пожалуйста, менеджмент это? Ну и обязательно, обязательно кто-то там поднимет руку, скажем, как же менеджмент это управление. Проблема в том, что тогда стол это table. Ну то есть менеджмент это управление. Мы можем взять просто английское слово, перевести его на русский и сказать, что это его определение. У нас так себе получается. То есть менеджмент это, во-первых, это управление людьми, а во-вторых, это не простое управление. Это же тебе не автомобиль, которым ты тоже управляешь. Повернул и он повернул. Человеком ты не ходишь человеком, не управляешь человеком. То есть ты по факту управляешь чем-то другим. Так вот, в принципе, если не брать научное определение, которое там область знаний, занимающиеся развитием, изучением, все остальное, мы рассмотрим его как компетенцию. Такое умение ставить цели и достигать их чужими руками. Вот основная идея менеджера, это важно. То есть я иногда там замедляю свою речь как раз, чтобы показать важность и отличие. Умение ставить цели, это там писать, это все остальное, и достигать их чужими руками. Не просто придумать, что надо сделать. Это должны сделать другие люди. Если мы вспомним прошлую картинку, вот, то тут как раз видно, что самого-то менеджера и нет. Потому что менеджер достигает цели победы в гонке чужими руками. У него такая работа. Как же он это делает? Он это делает, распространяя информацию. То есть единственный способ управления другим человеком, ну кроме как взять его за ручку и подергать, это объяснить ему, да, рассказать ему, какой конкретный результат нужен, когда он нужен, где ресурсы, в кому он должен потом это передать. То есть рассказать ему, передать ему информацию о том, что надо сделать и надеяться в общем виде, да, там замотивировать, проконтролировать и все остальное, в том, что он это сделает. Но по факту самому не делает. Как только вы там видите менеджера или там за собой замещаете, лучше сделаю я, чем они, потому что я лучше всех это сделаю, это уже не менеджмент. Это называется главный специалист. То есть вы перестаете быть там формально менеджером, потому что менеджер это не не что-то очень конкретно, да, это приемный архив функционала. Если вы начнете, не знаю, делать операцию, даже если у вас есть нет степени хирурга, по факту вы стали просто хирургом просто очень плохим. Потому что то, какая должность у вас там, не знаю, по факту является, определяется не какой-то структурой, а именно то, чем вы занимаетесь. Как только менеджер стал заниматься исполнением не распределением информации, а исполнением, он перестал быть менеджером, он стал исполнителем. И это очень-очень большая разница. Поэтому в майндсете менеджера тоже должно быть зашито, что в первую очередь, если что-либо может выполнить не он, это должен выполнить не он. Его задача научить выполнять, сделать так, чтобы другой человек понимал, нанять нового сотрудника, объяснить кому-то угодно, но если это может выполнить не он, это должен выполнить не он. Вот такая вот система. Это не в смысле, мне проще, я сейчас сделаю. Нет, система должна быть построена, не я, если могу. Вот тогда это будет хороший менеджер, потому что он будет заниматься теми вещами, которые другие не могут. То есть, идея в том, что он не станет узким горлышком вот этого всего, потому что ему надо будет и там, и там, и там, и там, и там. Он будет заниматься своим делом, а другие люди будут заниматься своим делом. При недостатке ресурсов в маленьких компаниях, конечно, там понятие должность очень размыто, там все занимаются всем. Но как только компания начинает увеличиваться, значимость менеджмента увеличивается в разы. Хорошо, идем к следующему. Если есть вопросы, сразу еще раз пишите по каждому из таких майндсетиков. Первое это о том, что бизнес это не только про деньги, а и то, что и деньги надо повторять, и повторяемость это важный элемент. Второе о том, что мы действительно, как менеджеры, занимаемся распределением информации. Вот это наша действительно прямая обязанность. Поэтому все менеджеры сидят в кабинетах, со всеми разговаривают, ничего не делают. Какие-то бумажки, переговоры, митинги и все остальное. Их работа такая. Следующее. Чтобы понимать правильно, как передается информация, надо знать теорию информации. Мы не будем сейчас полностью изучать этот концепт, потому что нас интересует, из него только маленький кусочек. Первая идея – информацию передать невозможно. Передать можно только сигнал. Сигнал, если он распознан, считается информацией. Вот так это работает. Если я сейчас начну говорить на китайском, а здесь на китайском мало кто разговаривает, по идее, в общем виде, я передаю какую-то информацию. Но по факту никто меня не понимает. То есть это говорит о двух моментах. В первую очередь, если вы что-то сказали даже по-русски, это вообще не значит, что вас поняли. И это неплохо было перепроверять. Вот эти вот переспросы, как ты меня понял, что ты понял и все остальное. Это важный элемент работы менеджера. И надеяться на то, что это их проблема меня понять, ну это вот уже слабенько. То есть первое, не всегда вас поймут. Это вот правда, потому что информация, она не всегда распознается однозначно. Второе, это бремя того, чтобы поняли, к сожалению, в большей степени, в большей не смысле полностью, в большей степени лежит на том, кто разговаривает. Вы должны точно понимать, что если вы менеджер, и как мы знаем из предыдущего слайда, работа менеджера – распределять информацию. В большей степени о том, чтобы это была информация, а не поток каких-то шумов или какой-то мешающей мишуры – это наша работа. То есть фильтровать базар и подготавливать определенные слова, чтобы они были однозначны – это наша работа, менеджерская работа. Это не их типа должны сами разберутся, как-то там еще что-то. Сейчас примерно опишем, и они вроде бы как-то поймут. Нет, к сожалению, чем более точно мы подберем термины, чем мы установим общий тезаурус – это такой набор слов, которые интерпретируются в определенной группе одинаково. Таким тезаурусом, например, является у медиков, очень много таких аналогий у меня будет с медициной – это латынь, потому что участки мозга или части тела или название каких-то болезней чаще берется оттуда. Для того, чтобы все понимали одинаково, как это. Это не их родной язык, то есть не человек, который родился, и у него там все вокруг разговаривают на латыни. Поэтому это дополнительная кодировка, чтобы не ошибаться. Вот надо создать такую кодировку внутри компании, чтобы подразумевали одно и то же. Например, были достаточно большие споры, вызывало такой термин, как стратегия. Что такое стратегия? Нам нужна стратегия, нам не нужна стратегия. Вопрос заключается в том, что мы будем подразумевать под термином стратегия. То есть любой документ, на котором написано наверху стратегия, или это классическая стратегия цели на 2025 год. В 2021 году мы должны заработать 100 тысяч долларов. Наша стратегия. Сидят такие, ну вроде, как бы да. Во-первых, это цели, а не стратегия, для начала. А форматов стратегии может быть несколько. Можно взять Canvas, например, и сказать, стратегия — это документ, в котором обозначены все элементы из Canvas. То есть все, что там указано — взаимоотношения с заказчиком, ценностное предложение, каналы коммуникации, затраты. Тогда, когда описано все это, это является там стратегией. Или, например, есть книга «Good strategy, bad strategy». И там есть, что стратегией считается цель, диагноз, там описано, что такое диагноз у них свой, guiding policy и actions, которые там выписаны. То есть он называет стратегией вот эти. Стратегией является совокупность вот этих элементов. То есть как только мы обозначим такие термины, нам будет дальше проще договариваться, вообще что-то планировать и, в общем, работать вместе. Это важно, потому что время понимания информации лежит на том, кто ее распространяет в большей степени, чем тот, кто ее слушает. Да, конечно, тот, кто слушает, неплохо было бы, чтобы задавал уточняющий вопрос. Это вы, если что, задавайте. Такой, знаете, непрозрачный намек. Хорошо. Это следующий майндсет, который, еще раз, если кто-то не понял, в большинстве случаев виноваты вы, как менеджеры. Вот такая вот, как бы это нечестно не звучало, да, но вот такая вот жизнь. Следующее, что надо отметить, не знаю, там, запомнить. Я иду так достаточно быстро, потому что хотел еще оставить на вопросы. Кто успеет за ходом мысли, то было бы хорошо. Если вдруг что, то еще раз можете попросить меня повторить какую-то деталь. Следующее, что это терпение. Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники. Почему сапожник был подобран? На самом деле, любая профессия, которая имеет непосредственное влияние на результат. Ну, то есть, он видит прогресс создания, прям при нем это происходит. Не где-то там кто-то занимается, а прям при нем он его создает, и он видит прям свое влияние. С менеджерами все сложнее. Результат менеджера, как мы видим, раз он распределяет информацию и должен достигать цели чужими руками. Результат менеджера это результат работы других людей. То есть, это другие люди, он им говорит. И тогда, когда он им говорит, они не делают, они слушают. Потом только они куда-то уходят, что-то там делают, и естественно, потом в совокупности кто-то из них что-то сделал, надо что-то поменять, надо это. Они все сделали, а вроде как сделал ты, ну типа менеджер. Вот идея в том, чтобы быть успешным менеджером, надо иметь большой уровень терпения. То есть, именно подождать. Не постоянно дергать, ну что уже, а когда уже, а когда это. А уметь спрашивать только тогда, когда вы договорились. То есть, распланировали, контрольные точки поставили и стараемся не дергать людей. Знаете, надо им дать поработать. Потому что, когда мы их дергаем, вы не поверите, они с нами разговаривают, но не работают. Вот такая вот, в общем-то, не очень сложная концепция, но важная. И самое забавное здесь, что, к сожалению, чем выше уровень менеджера, а что такое выше уровень, это же понятно, что метафора. Выше уровень, это значит, чем дальше он от непосредственной работы, от непосредственного выполнения. То есть, если топ-менеджер на заводе Форда, это человек не который управляет бригадой, не инженеров, а бригадой монтажников каких-нибудь. А человек, который управляет человеком, который управляет человеком, который управляет человеком, который управляет монтажниками. То есть, это очень далеко. Когда он что-то скажет, до последнего дойдет, ну не знаю, через месяц какое-то изменение, внедрение нового изменения любого. Опять же, для того, чтобы люди привыкли к какому-то изменению, тоже должно пройти много времени. То есть, терпение, это действительно один из важнейших майндсетов. Он, конечно, полезен и в быту, я согласен, он здесь такой выбивающийся. Но в большинстве своем про него забывают, то есть, пытаются получить результат прямо сейчас, внедрить и получить максимально. А в большинстве случаев это просто невозможно. То есть, мы не даем дойти до определенной точки, когда можно что-то полезное получить, потому что мы не являемся непосредственным участником или начинаем лезть в это участие и, в общем-то, дальше мешаем людям работать. Это вот фраза «хороший менеджер – это тот, который не мешает хорошим людям работать». Вот как раз имелось в виду протерпение. Окей, давайте тогда следующее. На что же направлена тресна деятельность менеджера в бизнесе, чтобы немножко понимать приоритизацию? Первое, в бизнесе есть основных видов деятельности. Административное – это поддержание бизнеса. Бухгалтерия. Бухгалтерия денег не приносит, однако дает возможность ему функционировать. И в большинстве случаев не только потому, что государство его не закроет, а потому, что мы хотя бы понимаем, куда идут наши финансовые потоки. Или есть ли кассовые разрывы или еще что-нибудь в этом духе. Следующее – процессуальное. Что такое процессуальное? Это очень похоже на административное, но это уже те действия, которые приносят прибыль. Ну, если мы IT-компания, то кодинг, написание кода приносит прибыль. Переговоры с клиентом приносят прибыль. One-on-one – прибыль не приносят. Ну, то есть, они не влияют напрямую, они являются административными. В чем схожесть этих двух элементов? И административные, и процессуальные – это повторяемые. То есть, это процессы в компании, которые повторяемые. И вот у них основная идея – это сделать систему повторяемости, чтобы было, как в прошлый раз. Максимально, естественно, что кодинг максимально, как в прошлый раз, не сделать. Я понимаю. Но постараться эстимировать лучше, ретро запускать, код-ревью смотреть, какие-то правила кодинга. Устанавливаем что-либо, чтобы в следующий раз увеличить вероятность, что процесс будет в соответствии с нашими ожиданиями. Административные – чуть попроще, потому что зачастую это работа с государством, работа с цифрами. И зачастую там лучше все настроено. Можете посмотреть, как там, и прям удивиться. Ух ты, ничего себе, оказывается, так можно было. Вот. Ну и есть, естественно, административные такие вот, как one-on-one, какие-то митинги, еще что-нибудь, которые нужны, но вот по самому value могут не иметь. Так, давайте. Так, это комментарий. Да, это в комментариях. Операционная и проектная деятельности. Да. Операционная, ну, может, да-да-да. Вот проектная, там, операционная делится на административную и процессуальную. То есть, операционная деятельность – это такая совокупность. Но нам надо ее поделить, чтобы мы понимали, с какой целью. То есть, административная для поддержания самого процесса зарабатывания денег, помните, которая повторить, она направлена на повторить. Процессуальная, которая направлена на то, чтобы получить вот это с 2-3, из 2-3. Процесс направлен на получение из 2-3, административно на то, чтобы эта штука повторялась. Да, и все, в принципе, оно вместе должно быть повторяемо. Следующая – это вот проектная деятельность, которая одноразовая, ну, там, один раз или она появилась в первый раз и должна потом перейти в процессуальную. То есть, если мы что-то хотим внедрить, не надо рассматривать это, как уже все можно повторить. Это вот такой прям устойчивый, не то чтобы байс, можно так сказать. Прямо мы, ну, скорее, там ошибнули. Блин, наша основа для мышления, да, что если мы хотим что-либо внедрить новое на повторяемой основе, вначале это все равно проектная деятельность. Как бы странно это ни звучало. То есть, мы вроде бы хотим и сначала это, чтобы оно было повторяемым, но нет. Вначале мы должны несколько раз отнестись к ней, как проектная деятельность. И там есть очень большая разница. Потому что в процессуальной деятельности большую часть внимания уделяется на промежуточные результаты, да, и контроль по окончанию, получилось, не получилось. А в проектной деятельности на конечные результаты и на постоянный процесс того, что происходит. То есть, идея в том, что фокус внимания в процессах лучше делать, прямо поставить на то, чтобы вот процесс закончился, там и посмотрим. Почему? Потому что он все равно повторяем. И ты каждый раз его там анализируя, ну, не сможешь нормально контролировать. Исключением являются, например, заводы и там по правилам, не знаю, по стандарту ИСУ-9000 стандарт качества, там определенные моменты надо перепроверять каждый раз, потому что они являются высокорисковыми, и это известно заранее. Да, то есть там это выставляется. Но кроме них больше ничего не делают, то есть там реально не ходят. В проектных вещах можно действительно хоть каждый день синковаться для того, чтобы определиться, что все идет нормально. Потому что это проектно. Мы это не делали, у нас нет опыта, но может пойти как угодно, и нам хотя бы один раз или два надо провести его нормальным образом. Вот. То есть уделить туда больше времени. Вот такая вот загогулина. То есть, к сожалению, на это очень мало кто обращает внимание. Все думают, сейчас мы внедрим новую систему оценки, новую систему планерки, новую систему и что, и сразу вот прям и все, и все уже все поняли, обкатывать не надо, ничего проверять не надо, просто напишем, все уже пошли делать. И почему-то никогда так не работает. Странно, что никто повторяемости в этом не замечает. Окей. Значит, основной фокус внимания должно быть в операционных, административных и процессуальных, на то, чтобы повторять какой-то элемент, да, и контролировать его уже после. Ну, можно просто посмотреть после. Если нам, конечно, неизвестно заранее, что там есть очень важные контрольные точки, критические точки. Я же говорю, как на заводах, например, там разбитые стекла или там какой-то клапан надо переводить, давление переправлять, есть такие вещи. Там это известно. То, что в прошлый раз бахнуло, и они уже знают. В проектной деятельности можно руку на пульсе держать хоть каждый день, потому что это действительно в первый раз, и в зависимости от вашего предыдущего опыта, надо будет, там, количество контроля внедрять. Хорошо. Так, с этим, с основными видами деятельности, три основные деятельности бизнеса плюс-минус разобрались. Сейчас я попробую переключить. Ага. Тут такой у меня риторический вопрос больше, там, а что важнее для, там, для менеджера, да? Процесс или результат? Можете, там, особо не задумываться и не отвечать. У всех, большинство ответов, наверное, будет результат. Кто-то, там, скажет процесс, ну, там, как же, у нас же есть процесс, ну, там, операционные деятельности, все остальное. А тут вопрос подковыркой, риторический, со всеми делами. На самом деле, давайте так возьмем, на самом деле процессов нет. Ну, то есть для нас, для людей процессов нет. Процесс – это всего лишь архив большого количества результатов. Все дело в том, что мозг физически не способен охватить такой объем данных постоянных изменений, да? Он способен, там, буквально, несколько интеллектуальных единиц. Что такое интеллектуальная единица? Можете погуглить, сейчас просто не тема. Но идея в том, что на самом деле, вот если совсем-совсем управление, мы вообще не управляем никогда процессом. Мы его не замечаем, он проходит мимо нас. Даже когда мы его исполняем, очень много из того, что мы делаем, проходит мимо нашего сознания. Если вы хотите узнать, насколько много проходит мимо, вы можете задуматься, откуда берутся слова, которые вы произносите. И вот в этот момент вы поймете, что без единого понятия, откуда они. Вот я хочу вроде их сказать, и они появляются, и я их говорю. Где они там зародились? Когда я их там обдумывал? Ничего такого достать не сможете. А если сможете, обязательно подойдите к ученым, которые занимаются формированием речи и все остальное, они проведут некоторое количество исследований и даже заплатят вам кучу денег, чтобы понять, откуда люди берут слова. Это пока сугубо такой предсознательный процесс. Что это значит для нас, как для менеджера? Это значит о том, что управлять процессами мы не можем. И даже пытаться не надо. управлять над результатами. То есть вы должны разбираться в результатах. Какой еще вывод можно сделать? Например, мы нанимаем SEO-шников, маркетологов, пиарщиков, какие наши любимые, неизвестные товарищи, какого-нибудь там человека, который будет отвечать за стандарты качества нашего продукта, чего-нибудь в этом духе. И пытаемся, не знаю, разобраться, насколько он хорош. И вот, если мы хотим понять, насколько он хорош по процессу, то нам надо самому разбираться и давать ему задания, смотреть. В общем, очень-очень много чего. И там мы не сможем это сделать везде. На самом деле, никогда не выучим все профессии, которыми можем управлять. И так, в принципе, и не надо. Что же должен знать и уметь менеджер для того, чтобы управлять сотрудником, процесс которого он не понимает? Он должен разбираться в его результатах. В результатах этого сотрудника. То есть я, допустим, не знаю, как делается контекстная реклама. Ну, то есть, в смысле, как ручка метод, но как правильно настроить, почему и все остальное. Я могу и не знать, я, собственно, не на это и учился, и не это моя самая главная цель. Однако, если я не знаю, какой измеримый конечный результат деятельности этого, причем еще и ценный результат, должен быть от его работы, вот это уже проблема. То есть мне не обязательно быть специалистом в программировании, чтобы нанять программиста. Потому что, конечно, хорошо было бы помогать ему развиваться, и поэтому я нанимаю Тим Лида, который более опытный программист, да, он как бы полуменеджер, полупрограммист, и он там код-ревью помогает делать, какие-то там обучающие вещи, там обратную связь дает еще что-нибудь по процессу. Однако меня, как менеджера, как project-менеджера, там или product manager, или кто там еще может, там, не знаю, может быть, head of product или chief executive product, кто-нибудь на том уровне, меня не особо интересует, как конкретно он пишет код, там, под винду или под iOS. Это не очень важно. Важно, что результат это определенная фиша, да, или функционал, который есть. Я говорю, кнул пальчиком, оно работает. Я знаю, какой его конечный результат деятельности. Ради него я и нанял. То есть менеджер, он не разбирается в процессах, потому что, во-первых, их слишком много, а во-вторых, на самом деле их не очень-то и существует. А во-вторых, ему для того, чтобы этим управлять, надо всего лишь понимать результаты его работы. Поэтому немножечко следующее, это немножко более подробное про результаты. Что же такое результаты? На самом деле нормального определения результатов нет. Я там подобрал плюс-минус свое для того, чтобы вам удобнее было, или, чтобы понимать, о чем я говорю. Результат – набор отличимых, существенных признаков и ограниченных во времени, в промежутке времени. Кем-то, естественно, здесь не указано, но на самом деле это естественно. Результат – это индивидуальный подход. Каждая психика, каждый мозг в отдельности создает результаты. Он выбирает существенный признак какой-либо и говорит, когда он его проверит. Например, месячный доход. Почему мы мерим месячным доходом? Давайте мерить двухмесячным доходом. Давайте делать, не знаю, спринты не три недели, а четыре недели. То есть, как мы это выбираем? На самом деле в большинстве своем помесячном все делают, потому что государство так меряет. Это вообще никак не коррелирует с понятием процесса бизнеса и его жизнедеятельностью. Поэтому, не знаю, это зачастую ошибка. Но делается это именно так. То есть, остановка во времени выбрана за нас государством. Мы такие ежемесячные отчеты и еще какие-то. Это все можно делать по своему желанию так, как удобно, чтобы бизнес развивался. Трехнедельные, делать в среду, делать в пятницу в три часа дня – это вообще не важно. Главное – это разобраться, в какой момент времени мы что будем сравнивать. Да, и отличительный признак, ну, например, на что может обратить внимание менеджер по продажам? Ну, допустим, на revenue, прибыль. Ну, то есть, он продал, он продал такое-то количество чего-нибудь, и он говорит – это вот прям хороший результат. На что посмотрит в этот момент, не знаю, там, владелец бизнеса? Ну, может быть, конечно, прибыль его тоже интересует, но его, скорее, будет даже интересовать чистая прибыль. Ну, то есть, после того, как мы просто что-то получили, а еще и потом всем зарплату выдали, налоги заплатили, и вот в конце осталось. Возможно, он посмотрит не только на чистую прибыль, но и на маржинальность, потому что он мог продать – это дешевле, чем себестоимость. Ну, какую-то скидку, акцию. Он говорит – да, классно, молодцы, вы напродавали товары, ну, только я там распродавал остатки, какие-то там неликвиды, еще что-нибудь, которое дешевле, чем я его купил. Ну, то есть, по факту я просто попытался вернуть ликвид своему там связанному капиталу, да, вот у меня лежит на складе что-нибудь. То есть, вроде бы, менеджер по продажам такой – я молодец, у меня суперрезультат, я там вас продал это-это, а его начальник смотрит, руководитель, владелец бизнеса, говорит – ну, как бы, да, может быть, ты молодец в какой-то части, но мир выглядит по-другому, да, ты продал дешевле, чем оно на рынке, мне надо было срочно деньги и все остальное, но не такой уж ты крутой. Не такой уж у тебя и результат хороший. Так вот, что же работа менеджера в этом плане – это определить одинаковое значение ценного результата для каждого сотрудника. Я предлагаю обычно людям, когда ты там, не знаю, прописываю должностную инструкцию, в должностной инструкции всего два элемента, все остальные элементы можно добавлять сколько угодно, но первый элемент – это expected results, то есть ожидаемые ценные результаты. В принципе, то, ради чего я нанимал человека. Тут у меня всегда там на оффлайн выступлениях задаю вопрос – зачем мы нанимаем людей? Мне там начинают рассказывать – ну, чтобы зарабатывать. На самом деле, мы все делаем, чтобы зарабатывать в бизнесе. Не очень точный ответ – хорошо, но там, чтобы они работу выполняли. Ну, на самом деле, даже и не работу выполняли. Если самым близким определением дать, что, типа, зачем мы нанимаем людей – за тем, чтобы платить им меньше, чем на них зарабатывать. То есть вот идея в том, что мы должны заплатить всем нашим сотрудникам меньше, чем наша наценка на то, что мы продаем. Вот за этим мы нанимаем людей каждого. Мы каждый раз нанимаем, чтобы получить какой-то от него value больше, чем мы ему отдали. И вот идея в том, что в должностной инструкции в первую очередь должны быть прописаны ценные результаты сотрудника – это важный такой майнсет, который вот обычно забывают. Мы его наняли, зачем? Работку работать. Не-не-не-не-не. Какой измеримый конечный результат, который вы можете отличить, будет у него, и вы будете сказать – да, он молодец. Вторым пунктом, я обычно говорю, написать функционал – это такие подсказки, что надо сделать для того, чтобы получить этот ценный результат. Вот. Но без определения измеримого отличия результата, какие-то существенные признаки, KPI, например. Очень часто KPI – это вариант результата. Он не всегда ценный, потому что некоторые из них примежуточные. Ну, как мне говорят, KPI – может быть количество продаж. Я говорю, KPI может и быть, но ценным результатом будет количество продаж с определенной маржинальностью, с определенными правилами выплат. Ну, потому что мы не забываем, что продажа может заключаться в том, что выплаты будут в течение года по 5 копеек. Да, или там в рассрочку еще что-нибудь. Нет, то есть оно должно быть, там, примерно, сумма, которая превышает маржинальность, которая уже там на счету. Ну, то есть более подробно. То есть это целый набор KPI может быть. Не один какое-то значение, а какой-то целый набор, который в совокупности дает вот этот вот ценный. Окей, понял. И, естественно, первое, что надо – писать отличимые и измеримые. Ну, желательно измеримые, KPI – отличные измеримые. Отличимые – это вот как я рассказывал про стратегию. То есть, если мы не опишем отличимые показатели, то у нас стратегии может быть все что угодно. Нам надо просто описать какие-то вещи, которые все могут отличать и сказать, результат бывает вот такой вот. Система – это наличие документа А, документа Б, документа С и три месяца постоянно повторяемых таких-то вещей. Вот это отличимые. Измеримые – это все знакомые. Просто помните, что они бывают разные. Нельзя там, нельзя все померить. Система не меряется. Система отличается. Ну и последнее, что бы я хотел добавить – это оценка результата. Бывают результаты в стиле марафон и результат в стиле пропасть. Что такое результат в стиле марафон? Если сейчас спросить у вас, классно ли для вас будет пробежать двойной марафон на 80%, большинство скажет 60 километров пробежать – это, по-моему, просто суперрезультат. Однако, если всех спросить, перепрыгнуть пропасть на 93%, как вам результат, все скажут – результат не очень. Прям такой себе. А основной прикол в том, что 93 – больше 80. При этом 80-й марафон пробежать – это хорошие результаты, а 93 – пропасть – нехорошие. В нашем мозгу есть две оценки результата. Первая оценка результата – это, собственно, меньше, чем вообще не надо. Ну, то есть, шел в аптеку – не дошел. Ну, то есть, не дошел до аптеки, ну, как бы даже не считается. Ну, и приложил-то эти усилия в никуда, просто полная потеря. А есть, если ты зашел в одну аптеку, потом еще в магазин, потом еще куда-то, то ты такой – ты не просто молодец, что ты пошел в аптеку и дошел до нее, и что-то сделал. Ты еще к этому успел, успел, успел. Вот форма оценки результатов – вы всегда должны знать, что такое пропасть. Меньше, чем вообще не надо. Это очень хороший показатель, чтобы куда-то двигаться, да, и ставить какие-то цели. Менее не надо, все, разобрались, теперь можем написать, а что было бы классно еще, было бы классно еще, было бы классно еще. В этом мире нет максимума, туда можно идти бесконечно, но в этом мире есть минимум. Просто минимум иногда очень-очень большой. Вот этот MVP, которые говорят, что сперва там самокат, потом еще – нифига! Иногда это сразу автомобиль. Почему? Потому что уже самокатов есть, уже все есть, это сразу должен быть сложный продукт, например. То есть, понятие «минимальный» – это не «маленький», не путаем. «Минимальный» – не «маленький». Это два разных слова. «Минимальный» – это такой, после которого работает. Итак, решение повторяемых проблем имеет большее значение, чем решение однократных. Это важно, указывать там такие выводы плюс-минус, чтобы было удобнее. Предотвращение ошибок важнее текущего тушения, потому что текущее тушение, оно никогда не закончится, если мы не начнем решать их как повторяемость, потому что они начнут накапливаться. То есть они повторятся, повторятся, маленькие-маленькие, и вот так вот снежным комом набираются. настройка передачи информации – ответственность менеджера. Процессов не существует, описывать надо результаты, и владение результатов – это ключевой навык. И, естественно, менеджер может не знать процесс, но он должен быть богом результатов. Хорошо бы еще, конечно, и мотивов, но это уже немножко другие элементы по менеджеру. Так, вроде бы я даже успел. Там есть ли время на вопросы? Я просто не знаю, как на это выделяется. Да, это питание у нас есть, 10 хвилин. Мы чекаем питание. Ого! Да. Трошки я вас подгоняла, но хотелось також почути питание от зала. Прошу задавать вопросы, можно в чате питать позором. Но сегодня у нас что-то неактивное до питания. Здесь тоже скромная аудитория. А еще один майндсет, который у менеджера не должен быть. Менеджер не должен быть скромным. Вот давайте так. На полном серьезней. Человек, который задает вопросы, получает ответы. Человек, который их не задает, остается с тем, что дали. Немножко жадности, знаете, для дознания. Это прямо полезно. Ну, не спонукала вашу ответку до задания. Но я хотела трошки спросить. Такая ситуация. Вот менеджер, он працюет чужими руками. И для менеджера нормально не знать все конкурсы работы, с которыми працюют другие работники. Но часто в коллективе звучит такая фраза, что там, ой, сидит начальник, он ничего не понимает, ничего не делает. Какой-то с этой думкой можно керовать? Или, допустим, видно уже только по результату работы, или потом, как, допустим, изменяется менеджер и коллектив начинает чувствовать, да, он был в чем-то правой или в чем-то неправой. Какой-то можно керовать с этой думкой коллектива? Да, я понимаю вопрос. Давайте поделим его на две части. Это первое. Мы будем общаться с человеком, который хочет узнать правду. Не у которого укоренившиеся когнитивные искажения, да, он реально хочет узнать правду. Если у него укоренившиеся искажения, то есть прям вот ощущения, то единственное, что вылечивает таких людей, ну, так дайте ему поуправлять некоторым количеством людей. Вот. И пусть попробует. И пусть скажет, да, ты ничего не делаешь, но обычно будет, что там, я им объясняю, а они ничего не понимают, они тупые. Ну, то есть эти люди моментально переходят в состояние, что я пытаюсь им объяснять, а они не понимают. И вот мы приходим к майнсету, что вообще-то это ты отвечаешь за то, чтобы они поняли. Ты либо не нанимал, да, или ты, как говорится, очень плохо объясняешь. Здесь два варианта. Вот. В большинстве своем это может прояснить им ситуацию. Если, ну, то есть по всем остальным нельзя. Почему? Он и не почувствует, у него нет ощущения. Во всех остальных случаях, если человек хочет узнать правду, можно с ним действительно провести вот такой диалог. Скажи, пожалуйста, да, а как достигается общий результат. Вот давай мы его просто остановим, возьмем менеджера и уберем, интеллектуальный такой мысленный эксперимент. Уберем все эти совещания и попробуем подумать, что произойдет, если. И вот в большинстве своем, если человек действительно настроен и там достаточно компетентен, он понимает, что вот эта коммуникационная составляющая, которой занимаются, это и есть ценность, которую несет менеджер. Если бы люди самоорганизовывались, как муравьи по феромонам, было бы вообще экигемно. Ни один менеджер был нафиг, но вообще было бы супер. Но сложные активности, и мы так не коммуницируем, но не работает. То есть здесь два варианта в зависимости от уровня настройки. И здесь нам уже понакидали вопросов. Ну вообще PMBOK, честно, практику. Пойти и организовать какой-нибудь процесс. Можно пойти в идеальный формат для тренировки, чтобы пройти и почувствовать все это. Это там книги любые по менеджменту. Честная, пионерская, они почти все по одно и то же, просто разными словами. И вообще правильно идти обучаться кому-то. То есть пойти и курс купить. Можно не у меня, ничего страшного. Просто вот пойти и курс купить. Но для того, чтобы он действительно подействовал, возьмите, пойдите в волонтерский центр, у них там организация дофигища всего. И вот говорит, я попробую организовать. Организовать и есть менеджмент. Может называться по-разному, но по факту делают одно и то же. Распространять информацию между участниками. И вы прям почувствуете, и протренируетесь, и поймете эту специфику. Желательно в такие, где платят все-таки деньги. Потому что есть совсем-совсем альтруистические, и там в 100 тысяч раз сложнее. Если вы там что-то организуете, и вас сразу на нормальный уровень возьмут, даже с руками оторвут, потому что вы можете уговорить людей работать бесплатно. Блин, а за деньги я так не буду с 3 раза сильнее работать. У меня просто есть Ukrainian volunteer service. Я там обучал, помогаю им. Я точно знаю, что если туда пойти, там что-то организовать, прям потренируетесь вообще там. Люди, которые оттуда вышли, они действительно монстры. Вот. Так. Как вы относитесь к такому майндсету? Зачем решать проблему раз и навсегда, и тратить на ресурсы, когда дешево? Дешевый ручной труд может привести какую-то операционку по процессам, и годами платить людям за них. Ну, вообще, еще раз упоминаем, бизнес не про альтруизм, не про этику и не про все остальное. Если это работы с точки зрения зарабатывания денег и при найме человека, ты ему заранее честно говоришь о том, что, в общем-то, ты здесь, ну, как в Макдональдсе, неквалифицированный рабочий, будем платить тебе копейки, потому что тебя легко заменить, ну, собственно, войн нет. Ну, вот, пожалуйста. Макдональдс на этом и основа. Там текучка по 400%, может быть, в месяц. Понимаете? И при этом никто не говорит, что Макдональдс – это прям компания из ада. Идут, работают. Почему? Потому что там не надо навыков, там нет специфики. Пошел, тебе написали, какие слова ты на кассе можешь употреблять, и все. Там есть список слов, которые ты употребляешь на кассе. процессами прописали, такими ограничениями, и делай, что хочешь, в этих рамках. Но гамбургер будет собираться только так. То есть, поэтому, если это открыто, то я, в принципе, не против, пожалуйста. Зарабатывайте деньги таким способом, потому что это не нечестно. Если я правильно вообще понял вопрос. Так, и последнее. Не понял, почему процессов не существует. Нет, процессов, давайте так. Если мы зададим вопрос, существует ли процесс, у которого нет результата. Ответ – да. Да, броновское движение, расширение Вселенной, всевозможные излучения – это просто процессы, которые никогда не заканчиваются ничем. Существует результат, который вызван не процессом. Нет. Потому что результат, если убрать планету с Земля, вообще прямо ее уничтожить, результатов тоже не будет. Не будет центра мозговой активности по ограничению какой-то части этой реальности, которая постоянно изменяема, и остановки во времени, в четвертом нашем пространстве, для того, чтобы вообще его заметить. Потому что его на самом деле и нет. Когда вы любой результат обозначили, время уже ушло. Ну, то есть, допустим, если мы скажем, что в 12.00 в час мы должны были что-то сделать, то мы вроде бы сейчас можем это обсуждать, что там какой-то результат, но время уже ушло, все поменялось. Ну, может быть, не так существенно, помните, поэтому там существенные признаки, но оно уже изменилось. Строение клеток изменилось, строение воздуха, атмосферное давление, там, излучение – все изменилось. Просто нас это не особо волновало. Поэтому результат есть, как бы автологично не звучало, результат. Результат – это такой результат мозга. То есть, это форма ограничений, неспособности нашим мозгам постоянно все вот виды сигналов динамически оценивать. Вот такая вот у нас ретикулярная формация, маленькая. Поэтому, по факту, результатов без людей нет. Но если мы будем рассматривать, есть только процессы, но если мы будем рассматривать в рамках нашего восприятия, нет процессов. Потому что мы их не видим, мы можем только их представить, знаете, как двухмерные люди могут представить трехмерный мир. Просто представить. Для того, чтобы понять, насколько это взрывает мозг, можете погуглить, что такое четырехмерное пространство. Ну, там есть картинки, которые показывают. Или тессеракт погуглить и посмотреть. Мы прям физически это не можем говорить. Ну, то есть, это прям физически тяжело. И вот тут то же самое. Мы можем представлять только результаты. И правильно было бы фокусироваться не на том, что нам нужен какой-то процесс, как совокупность большого количества результатов. А фокусироваться только на такие результаты, которые имеют прямую причинно-следственную связь. И контролировать их. Потому что контролировать процесс, мы просто будем стоять рядом и смотреть. Потому что по-другому мы не можем его контролировать. И даже воспринимать. Вот я примерно это имел в виду. По вопросам, значит, все. И час у нас завершается. Мы вам, Феликс, очень благодарим. Очень интересная ответственность. Хотелось бы еще с вами поспілкуваться. Но мы можем людей отпускать. Ну, можете писать мне на почту или звонить. Вон там телефон есть, пожалуйста. Добавляйтесь в Facebook. У меня знания денег не стоят. Я этим не занимаюсь. Мне это, пожалуйста, сколько угодно. Скоро выйдет книга по лингвистическому интеллекту. Вот там можете вообще почитать про то, как работает лингвистическое мышление. Ну, по коммуникациям оно, по факту. Теория определения абстрактных понятий и все остальные вещи. Дуже вам дякуймо. Приемно было с вами сполкуватися. До заустричи. До свидания. Всем праца. Дякуймо.